Крестик. Добрый день, я Хакимова Манера, я представляю компанию Гиперметод. И сегодня я расскажу о опыте интеграции инструментов искусственного интеллекта в ЛМС. Честно скажу, этот доклад на Вен на самом деле релизом чата GPT. Но также, конечно же, мы не забываем о моделях машинного обучения, которые помогают нам автоматизировать многие образовательные процессы в образовательных платформах. Это могут быть рекомендательные системы различные, это предиктивные модели, автоматизация аналитики. И, как я считаю, это такой некий небольшой шаг на пути к реализации персонализированного обучения. Если вас не смущает, я с бумажки, потому что могу растеряться. А теперь после релиза чата GPT, MidJourney и прочих аналогов, вокруг все заговорили очень громко о влиянии искусственного интеллекта, в частности и в образовании. Уже появилась масса различных платформ, которые позволяют из одного запроса моментально создать какой-то контент. Это могут быть какие-то лендинги сайтов, это образовательный контент в том плане, что это планы уроков, либо это уже контент самого урока. Например, здесь на изображении можете видеть, как мне написали полноценный текст, который я могу в принципе читать, не отходить от него и в теории провести 40-минутный урок. Конечно же, мы в гиперметоде тоже об этом задумались, как мы можем использовать генеративный искусственный интеллект в наших системах. И это такая творческая на самом деле задача, которую можно в принципе дать и чату GPT, и он с ней отлично справится. Например, генерация текстов, тестов, кода, различных интерактивных заданий, создание учебного плана, плана занятий, описание к этим занятиям и так далее. Но нам в компании очень важно как бы вот эту хаотичную генерацию образовательного контента как-то структурировать, чтобы вот эти отдельные сгенерированные кусочки как-то складывались в полноценный курс, имеющий цели обучения, длительность которого мы можем как-то регулировать. И здесь вы можете увидеть наши начальные испытания. Здесь мы прикрутили к Визивигу чат GPT, который в принципе выделенный текст отправляет в качестве запроса, и затем вместо него появляется ответ от чата GPT. И допустим, так выглядит структура нашего курса, да, силабос, который имеет несколько лекций, да, и проваливаясь в эти лекции, кстати говоря, эти лекции можно также регенерировать с помощью чата GPT, и проваливаясь в эти лекции, мы имеем тоже некую структуру модулей курса, модулей лекции, которые необходимо как-то сопоставить, да, друг с другом. То есть чаще всего методисты при разработке каких-то учебных курсов, они учитывают экспертность аудитории, учитывают объем времени, который должно занять изучение того или иного контента. И тут мы предлагаем как бы на основе цели обучения разделить контент на три категории, то есть обязательный контент, важный контент и дополнительный для каких-то, допустим, энтузиастов, да. И вот это все, оно должно как бы структурно выглядеть, да, на нашей платформе и позволять преподавателям сокращать энергозатраты, как бы и позволять, ну, скажем так, более эффективно, быстрее создавать какие-либо курсы. На этом мой доклад окончен, поэтому вопрос. Спасибо большое, Матера. Сейчас, секундочку. Ну, во-первых, я хочу представить нашего иностранного участника нашей конференции, Казахстан. И если можно, пару слов по скриптумам я просто добавлю. Первое, что мы хотели сказать, что в настоящий момент времени в E-learning сервер 5G интегрирована, ну, создана, да, интеграция с ChatGPT. И вы можете создавать контент прямо непосредственно в LMS-платформе. Это как бы первое. Второе. То, о чем мы беспокоились. Мы отчасти этот вопрос немножечко обсуждали, когда говорили про черный ящик, да, про Малевича. Ну, там, правда, квадрат, но тем не менее. Мы плохо контролируем тот большой объем контента, который генерируется. Мы не очень понимаем, как он структурирован. И поэтому задача в нашем случае, LMS-платформы, нас как разработчиков, заключалась в том, чтобы дать инструменты структурирования этого контента изначально на уровне топологии, да, условно. Когда мы говорим, цели обучения такие-то, сякие-то, они связаны таким-то образом, там, детализируются такими-то вещами. Это первое. То есть мы управляем этой структурой, доверяя, собственно говоря, генерацию элементов этой структуры в топологии, узлов, да, этой топологии, непосредственно, ну, алгоритм, у меня алгоритм, чему-то тому, что мы не знаем, как работает, да, про то, что вы говорили. И последний тезис, о котором у меня говорила, о том, что мы даем возможность преподавателю или автору материала не только структурировать материал, но и динамически управлять объемом этого материала, объемом в части усвоения слушателям. Вот эта вот категория обязательно, важно дополнительно. Тут можно долго про это рассказывать, наверное, часа два, но это вот главные тезисы, которые я хотел сегодня подчеркнуть в дополнение, да, к тому, что прозвучало. Вот, а теперь антракт. А, вопросы, да? Передам, да, да. Здравствуйте, коллеги. Анна Анащенко, онлайн-школа Skyeng. Большое спасибо за интересный доклад. Хотела сказать, что у нас также реализована аналогичная интеграция чата GPT для наших педагогических дизайнеров. Вопрос связан с тем, удалось ли вам измерить в качестве бенчмарка, нам было бы это очень полезно, собственно, насколько повысилась эффективность производства контента в рамках предложенного инструмента с точки зрения ускорения, да, там, ну, time to market, или как вы замеряете этот процесс, и стоимости. И, собственно, какие у вас контрметрики качества, ну, с позиции того, что после того, как вы прикрутили чат GPT, да, наверное, вы как-то оцениваете на метриках студентов, учеников или слушателей, насколько качество этого контента, по крайней мере, не уронило качество предыдущего создаваемого, вот это было бы очень интересно. Спасибо. На самом деле, да, Дмитрий, вы ответите, или… На самом деле, этот продукт, он еще не выставлен, как бы им еще никто не пользовался, мы на стадии исследований в том плане, как есть в использовании чата GPT уже много раз прозвучало слово prompting, да, prompting, инжиниринг, и сейчас перед нами стоит задача максимально, как бы не давать пользователю полностью придумывать какой-то промт, то есть это все-таки тяжелая задача, мы должны составить какой-то шаблон, некий шаблон, который будет оптимально подходить под различные категории создания вот именно образовательного контента. Поэтому мы сейчас на этой стадии, но и как бы сейчас я поделилась некой такой задумкой, да, и сейчас пока что все ограничивается нашими внутренними исследованиями без как бы практического применения. Ну, тут я тоже маленький комментарий сделаю, мы все-таки не образовательная организация, мы не обучаем, мы даем инструменты, и очень многое зависит от того, как эти инструменты применяются. Может быть на 30, может быть на 130, а может быть на минус 30, да, это все зависит от того, там, для каких целей, кем конкретно, в каких обстоятельствах, какой контент, ну и прочее, прочее, прочее. В данном случае, ну вот, ну да, вот мы технологическая компания, мы немножечко, да, вот у нас фокус немножечко другой.